За судьбой маленькой Дианы по-прежнему следит весь Сочи. Напомню, сначала умерла мать Юлия. Ее сожитель Георгий Руссия через суд добился опеки над девочкой. Родственники умершей обжаловали решение суда, после чего ребенка должны были вернуть ее отцу Евгению. Но Георгий Руссия успел увезти Диану к своей матери в Абхазию. 17 июля женщина сама доставила девочку в следственный комитет. Туда же вызвали сотрудников опеки и Евгения Сердюкова. Но ему ребенка так и не отдали. По словам Ноны Кардава, начальника управления по вопросам семьи и детства, девочка расплакалась, сказала, что никогда этого человека не видела и отказалась идти с ним. А орган опеки имеет право запретить родителю взять ребенка, если между ними усмотрены противоречия. Поэтому Диану направили в реабилитационный центр «Родник». После этого Евгений Сердюков и обратился в прокуратуру с заявлением о якобы незаконном нахождении дочери в центре. По информации, поступившей в управление от администрации реабилитационного центра, отец несовершеннолетних Сердюков приезжал один раз, 20 июля. На предложение девочки пообщаться с отцом, она категорически ответила отказом, расплакалась и не захотела идти к нему. С этого же времени и по настоящий день никаких больше визитов отца в реабилитационный центр не было. С заявлениями или просьбами к администрации родника об оказании ему содействия в установлении контакта с ребенком он не обращался. В итоге жалоба Евгения Сердюкова была отклонена. Управление по вопросам семьи и детства обратилось в суд с ходатайством. Центральным районным судом города Сочи удовлетворено ходатайство управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи об определении исполнения решения суда путем помещения несовершеннолетней Сердюковой Дианы в центр реабилитации «Родник». Для прохождения реабилитации несовершеннолетней сроком на 6 месяцев. В соответствии со статьей 79 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 434 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Все совершенные действия, подчеркивают и в прокуратуре, и в администрации Сочи, направлены на защиту интересов и прав несовершеннолетнего ребенка. В настоящее время Диана Сердюкова проходит реабилитацию с психологами и тренерами центра «Родник».